Всем здравствуйте! Уважаемые моряки, я тут пришел вам очень важно одно сообщение передать По проводу фейк-куринговой компании Merit Heart O Они находятся в Таллин, Стуни, хотя они адрес какой передали, там такого ничего нету Но я пришел вам рассказать о своей истории, как они меня обманули и почему они могли меня обмануть Я хочу вам сообщать, чтобы с вами они не смогли так делать Это началось месяц назад, когда именно я ищу работу, сильно хочу уйти в рейс Я студент четвертого курса судомеханика, живу в России, зовут меня Хусейн Мохаммад Месяц назад у меня на электронную почту пришло одно письмо такое Компания Merit Heart предлагает работу моряков всех, для всех Для этого что надо делать? Надо отправить анкету свою Потом я отправил анкету, в течение 2 дня они меня ответили и сказали Ваши документы приняты, мы смотрим и если что, с вами мы свяжемся Хорошо, я думал, многие компании так напишут, письмо отправляю, потом так ответить Но где-то неделю, через неделю они меня отправили в одну анкету Сказали, что работодатели хотят меня предлагать на работу У них не хватает данной, мои данные Я заполнил эту анкету и переотправил Потом прошло еще неделю, они мне письмо отправили, что у них есть вакансии Кадетам, зарплата хорошая, 1100 долларов, мотористам 1400 долларов и еще какое-то судоремонтное Я выбрал кадетам, потом сказали, хорошо, мы передаем ваши данные, работодатели Они смотрят и потом нам сообщат, как нам сообщат, мы вам отправим письмо для контракта Я думал, хорошо, может что-то получается у меня Пустя 2 дня они мне написали письмо, сказали, работодатели, интересно Они смотрели все мои документы, все мои данные Они готовы взять меня на работу Посадка будет в Сингапур за блед, оплачивается компания Сказал, хорошо, потом в следующий же день они меня отправили, два шаблона анкеты Ну, бланки Сказали, прочитай, если тебе нравится, мы дальше продолжаем Я прочитал анкету, одну со мной с компанией Merithat И другой со мной с компанией, которая меня будет взять на работу Там не написано было, какая компания, и судно какое-то, ничего не написано было Только шаблоны были Я прочитал, там ничего такого не было Там написано было, с моей первой зарплатой 50% они заберут И этот договор будет действовать, когда я буду уже на судне Я сказал, хорошо, я согласен, мне все нравится Потом сказали, хорошо, мы сейчас работодателю передаем И они будут запланировать для вас билет И потом мы переступим к визе Сказал, хорошо Потом через два дня они мне написали письмо Что работодатель подтверждал билет Вам срочно надо заказать визу Ваша вакансия находится в горячей И вам срочно надо визу заказывать И срочно уехать в Сингапур То есть меня отправили через скайп, там номер одного компании Находится в Москве Называется Трикита Сказали, это наша фирма, наш партнер Они вам помогут открыть сингапурскую визу Сказал, хорошо Позвонили в Москве Сказал, я такой-такой Сказал, да, мы знаем про вас Меня отправили письмо Там написано было Для открытия сингапурской визы Надо вот документ такой-такой Фотографии И расходуют вам для страхования 18 долларов Еще что-что там написано было Ну, в общем, там было 82 долларов Мой расход И 1500 рублей, когда будет виза готова Я поеду в Москве Когда заберу Тогда оплачиваю за визу этого агента Я думал, хорошо, оплачиваю Потом оплатил 82 долларов И это была пятница В субботу Меня еще раз Они письмо написали Мне там написали, что Ваш билет меняется То есть, надо было нам 14-го уехать в Сингапур Сказали, со мной летает еще один человек У него документы не готовы Поэтому билет меняется Не 14-го Вы будете полететь 15-го Сказали меня В Москве вам надо будет приехать До 14-го И ночью 14-го вам дадут отель Вы будете проживать там И сохраните все расходы Билеты До Москвы Компания подтверждала Это деньги вам вернуть Думал, хорошо И написал мне еще Что в субботу Она специально вышла В работу Чтобы нам сообщить Вот это Думал, хорошо Прошло субботу В воскресенье В понедельник Ничего не пишет В вторник Я думал Если у меня не будет готова виза А как я поеду в Москве Я живу далеко из Москвы То есть, проезд там Тоже деньги стоит Поэтому я звоню Компании там Агент Трикита Который Чтобы виза готова Или нет Чтобы стоит ли меня Поехать в Москве Или нет Они не отвечают Я написал письмо Компании Меритхат Они тоже ничего не отвечают Позвонили Через скайп Тоже не отвечают Потом вторник В конце дня Где-то часов 5 Наверное Они мне звонили Через скайп И говорят Там компания Которая Должна нам взять Они взяли Человек Из другого страна То есть, мы Не летим Все меняется Отменяется И мне говорят В течение 2 дня Мы вам еще отправим Еще 2 работы Там зарплата будет выше И там будет Все нормально Я потом думал Они короче Ничего не делают Никакой Работы нет Просто Вот я 82 долларов Оплатил За это Они вот так Со мной делали И Может быть Еще С моряками Вот они так делали Если С меня взяли 82 долларов Так если Они из 10 человек Взяли Уже Много Деньги Потом Я еще думал А почему Я же Пятницу оплатил Почему они Субботу со мной Тоже общался И Вторник тоже Со мной общался Они смогли бы Деньги в зал Все Не отвечать Потом я понял Что они отвечали Для того Что они меня отправляют Будут отправлять Еще вакансии И там Еще раз мне скажут Что вам Вот это тоже Горячие вакансии Вам надо срочно Делать Американскую визу Вот даю вам Номер агента Вы Созваниваетесь Оплачиваете там тоже Долларов 100-150 Или 200 Шанганскую визу Надо будет Оплачиваете там тоже Все От меня Заберут Для визы Все деньги Все Они уже Не будут Со мной Связываться Никакой То есть Хотел Это сообщение Передать Вы Наверное Скажете А почему Ты дурак Почему Ты оплатил Почему Не смотрел Да Бывает Такая ситуация Когда человек Сильно хочет И Из мозга Говорят Не давай Деньги И сердце Говорят Может Есть у тебя Какой-то шанс Давай Давай Но Ошибся Оплатил Зато Хочу Сейчас Передать Вам Такой Собли Чтобы Они Больше Не смогли Никому Не Кравить И Осторожно Моряки Не оплачивайте Никакой Деньги Нигде Если Нужна Будет Виза Либо Для вас Компания Сам Делается Оплачивать Виза Либо Вы Сами Делаете Вот И Компании Есть Мерит Оу У кого Еще Написал Не Отвечайте Не Оплачивайте Деньги Спасибо За Внимание Я Не Русский Поэтому Может Я Много Ошибся Надеюсь Вы Понимаете И Спасибо Геннадию Старший Механик Я Смотрю Ваши Дневник Моряка Сериал Который Мне Очень Нравится И Там Много Чего Есть Учить Ситуация Которую Вы Разбираетесь Там На судне На пароходе Что Там Моряки Живут Как Живут Что Делают Очень Интересно Спасибо Вам Такой Сериал И Очень Буду Благодарен Если Вы Передаете Мои Сообщения Другим Морякам И Все Будут Осторожны Хорошего Вам Всего До Судя С Наступающим Новым Годом Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok